Один человек получил ранение при атаке дрона на поселок Теткино. Это губернатор Старовой заявил, что в Курскую область прилетел дрон, скинул взрывное устройство, и человек получил там легкое ранение, местный житель. Вот такие развлекалочки. Вот такие прилетают дроны и гоняются за местными жителями. Помните картину «Фашист пролетел»? Вот, блядь, просто жесть какая-то. Губернатор Севастополя Развожаев сообщал, что в Черном море идет бой флота России и диверсантов. Громкие звуки на внешнем рейде. Черноморский флот отбивает, возможно, атаку подводных диверсионных сил и средств противников. Ведь фантазеры какие, блядь. Я понимаю, что там на внешнем рейде они выкидывают гранаты, стреляют из гранатометов соответствующих, да, по воде такой есть. Я уже не помню, как он называется такой. Из белого материала, похожий на циркуль, да, засовываешь туда гранату, а на ней окурка у нее. И вот выставляешь глубину, шарахнул, граната падает в воду, идет до той глубины, которую ты выставил, там просто давление соответствующее, и на этой глубине он бабашит. Ну, это для того, чтобы вот таких подводных диверсантов, боевых пловцов убивать. Ну, я так понимаю, что они просто развлекались потом себе погодой, повесить, скажешь, там всех диверсантов завалили украинских, а еще и английских. Как помните того, которого, как же его звали, погуглите, когда на крейсере Киров приплыл, пришел, да, в Англию Никита Сергеевич, то крейсер периодически прокручивал винты, для чего он это делал, что если кто-то там, какой-то подводный диверсант заплывет, что бы там мало не показалось. В Пермском крае одиннадцатикласснику вручили повестку прямо в школе. После празднования дня призывника одиннадцатикласснику вручили повестку. Все, иди, умирай, пора. Кадыров заявил о формировании нового батальона, батальон имени Шейха Мансура. Очень интересно, да, кто будет в этом батальоне служить. Ну, я полагаю, я не знаю, конечно, но, скорее всего, будут служить вот эти, кто... Институт спецназа в Губернесе, в Академию, Академию спецназа в Гудер... Или университет, университет в Гудермесе закончил за неделю, за семь дней университет. Спецназа в Гудермесе, бля, ну это шутники. Вот они туда вот этих вот, которых с России соберут, там, что думаете, родственники Кадырова, что ли, служить будут? Они вон бьют каких-то связанных по тюрьмам. А вот ЧВК Минобороны Редут начали набирать женщин для непосредственного участия в боях с Украиной. Редут, это, наверное, глагол, да? В данном случае ЧВК Редут. Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой со взрывчаткой, да? Ну, видите, ракет дофига наделали. Ну, понятно, что Рогозин решил как-то, ну, разрешить проблему того, что нет никакой этой чудо-оружия, никакой, да, Вандерваффе отсутствует напрочь. Ну, вот, решила, а почему бы не взять ракету такую космическую, да, которая в космос запускается, и оттуда уж из космоса не шандарахнуть. Ну, понятно, что ракета, ей легче пролететь вокруг Земли и шандарахнуть в какой-нибудь Америке, да, чем шандарахнуть в противоположную сторону по Украине. Тогда ей круг, ну, вокруг всей Земли не пролетает. Да, да, по баллистической траектории получится очень слабо. То есть там совсем другие принципы действуют. Очень это интересно. Чего они вытворяют? Чего выдумывают? То есть хотят попроще решить эту задачу тем, что им уже осталось от Советского Союза, да, чтобы можно было особенно не тратиться. Да и не на чем работать, все же уничтожено. Некому работать, не на чем работать. Девять бомбоуберщиков могут принять людей в Ростове. Всего девять бомбоуберщиков. Представляете, Путин влез в войну, Ростов в оперативном тылу. А там бомбоуберщиков всего девять. Чем думал этот дурак, блядь? Лешивый. Главнокомандующим военкосмическими войсками, или там как они, воздушно-космически. В любом случае они воздушные. Да, ну кто пережил 90-е, те понимают, что такое воздушники, да. То есть пиздобула. Вот воздушно-космические силы, так их будем называть, назначен ПВОшник Авзалов Виктор Мусавирович. Вот этот Авзалов Виктор Мусавирович всю жизнь изучал систему РЛС, и больше ничего ни хрена, представляете? То есть РЛСник будет командовать военкосмическими войсками. Удивительно. То есть сейчас, когда идет война, основное, конечно, сейчас применяется фронтовая авиация путинцами. То есть человек должен быть специалистом в области фронтовой авиации. Да, ну, на подходе, так скажем, ну и периодически применяется все-таки дальняя стратегическая авиация. Тоже человек должен понимать, что это такое, и не понаслышь. То есть он должен иметь представление, как действуют авиационные группы. Он за время, пока только будет править, начнет, за год он только выучит, как это тактически должно работать, представляете? Не, ну я понимаю, что он ПВОшник, он там вроде как должен знать что-то. Чем должен знать, я не понимаю, там сидел до этого этот пехотинец, да, и нормально все. В нормальном смысле не работало ничего. Вы же видите, путинская авиация парализована. Она там какие-то потуги совершает, значит, смешно. В нормальном смысле не работало ничего.